ребята всем огромный привет это канал реальная качалка и сегодня мы с вами поговорим на тему тестостерона топ-5 как поднять собственный тестостерон топ-5 как сделать выработку собственного теста более и более производительнее итак поехали очень много посыпалось мне вопросов от вас именно много писали очень наших группах вы тоже можете писать вот для нашей группы в которых мы часто будем обсуждать все эти вопросы сейчас и вы задавайте вопросы пишем все там без проблем очень много интересного контента появилась новая рубль рубрика музыка для качалки там есть можете писать туда свои треки скидывать все что угодно и появилась в обзорах то можете глянуть именно интересная тема именно книги книги такие которые редко вы где вообще найдете у нас там все эти книги есть и так как поднять собственный тест интересный вопрос задаете и просите именно помимо препаратов спортивного питания какие факторы влияют и вот я сейчас вам расскажу постепенно учитывая то что эти пункты если вы будете соблюдать все у вас будет действительно как говорится тип топ и так ребята первое первое самое необходимое это соблюдать режим это самое самое такое необходимое без него просто никуда это говорится основной кит 1 сюда я отношу таким большим пишу вам больших сон это очень и очень важно кто бы что ни говорил на себе проверял ни один мелатонин ни один препарат вам его не заменит организм помимо любых нагрузок должен отдыхать это как машина вы знаете машина например ездит 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 все но машину загоняют в бокс и там она стоит на ремонте на ремонтируется так вот сон ребята это тот же самый бокс как для ну как для машины то есть есть мы не говорим сейчас о капремонте двигателя то есть экстренное но от сон именно допустим вы потренировались и ходите дальше пошли там вечером потусили на суши сходили допустим или посидели за компьютером или еще хуже пошли на дискотеку организм все это как бы накапливать накапливать начале одно потом второе потом третье четвертое пятое как бы рост идет рост и целая куча и она растет растет так вот этот рост нам надо как бы сглаживать чтобы сверху говорится все это уходило на низ поэтому надо спать спать мы должны начиная от 8 часов это старт 8 10 часов это основная тема должен состоять ваш непрерывный сон другие говорят что в общей сумме должно быть 8 10 часов то есть там поспали 4 1 еще 4 не ребят вот должна непрерывная быть как бы сон непрерывный 8 10 часов почему так потому что у сна есть разные фазы это отдельный ролик если надо будет пишите в комментариях я все это расскажу так второе ребят второе это перед тренированность да 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 что такое перетренированность я вам расскажу проще не терминами расскажу на себе например ты тренируешься реально допустим летом начинается пляжный сезон или еще что-то тренируешься 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 там сегодня результат идет все классно питание хорошо вроде можешь больше как говорится открылась второе дыхание делаешь больше больше в один прекрасный момент ты приходишь домой и не можешь нормально заснуть примеру одну ночь не может заснуть вторую при этом ты себя днем нормально чувствуешь третью ночь четвертую и тут уже начинается то что я говорил может упасть аппетит падает очень сильный иммунитет в этот промежуток когда я говорю перетренированность человек может заболеть от любой простуды от любого кондера машине чего угодно это поднимается температура 37 и 2 хотя вроде никаких признаков нету это вот это есть перетренированность и вес начинает резко падать вниз поэтому чтобы этого не было соблюдать режимы то есть если вы тренируетесь три раза в неделю то это три раза не больше если тренировка должна периодичностью быть 40-1 полтора часа к примеру то не надо делать и три часа и убивать себя больше я думаю здесь все понятно если она будет остановиться на этом пуни пункте более досконально я сделаю ролик пишем комментариях перед тренированность убираем ее полностью исключаем 3 вредные привычки не бухать я вам пишу проще курить как можно больше это убрать тоже очень сильно не зря говорят забухание как бы тут все вообще понятно это пример даже химики говорят то что там вот наша химия чек бухает всю жизнь это вообще капец и интоксикации органов и все страны они в принципе правы бухание очень сильно убивает если систематически это делать в огромных количествах а закуривать обратите внимание как говорят я бросил курить и что поправился и в основном 8-10 килограмм вы только вдумайтесь человек который не занимался спортом в основном так всегда говорят я бросил курить и поправился 8-10 килограмм поэтому подумайте об этом ребят вредные привычки очень важны это был третий пункт четвертое мы живем современном мире который пасна в темпе в темпе двигаемся не успеваем ничем заниматься как бы все время огромный огромный темп это очень сильно вредит нашему организму и ваша масса ваши тесту может падать вплоть до импотенции даже вообще это все все равно все это взаимосвязано это все можно говорить об этом очень долго но это действительно таки есть ребят это стресс любой стресс на работе на учебе в быту у дома стресс надо максимально убирать если это есть это огромный вред любые депрессники девушка бросила все остальное ну поверьте поверьте мне стресс депрессия это это очень есть хорошо тоже с этим боремся надо будет отдельный ролик пишем комментариях я отдельно каждый пункт этого могу разобрать ребят и 5 5 что очень сильно убивает наш тестостерон и не дает ему нормально вырабатываться это конечно же прием вы правильно меня поняли да именно их это сильно очень сильно убивает собственной выработку тестостерона очень сильно убирает любой курс анаболических стероидов вредит тем что собственные яички как говорится сжимаются и а трофе атрофироваться поэтому прием мы вообще должны убрать это даже за черном прием убираем однозначно это очень сильно влияет то есть ты красавчик пока ты сидишь на курсе все красиво классно месяц полтора месяца но потом приходит время когда надо тебе с него спрыгивать и здесь начинается головня эти все ямы как я называю их после курсовые все это не есть хорошо я не я уверен что если у вас была сотка сто процентов выработка ну к примеру так образно будем брать то после курса у вас 100 но надо я не знаю сколько должно быть пройти времени чтобы у вас сотка стала это у единиц я думаю а так если у вас семьдесят пять восемьдесят пять процентов останется то замечательно это после приема я так думаю и так она есть в общем вот таких вот топ-5 как поднять собственный тестостерон как улучшить выработку факторов на что влияет и еще от себя такой бонус лайфхак могу сказать что от нашего канала от канала реальная качалка я хочу добавить такую фишку как ребят делайте такие два упражнения если вы можете делать у вас нету более в спине это становая тяга и приседания вот эти два упражнения они очень хорошо стимулируют мужские половые органы простату в том числе очень хорошо это тоже немаловажно сказывается на выработку прежде всего и на профилактику всех этих заболеваний это необходимо это надо делать значит приседания становая тяга я даже так пишу приседания плюсик и становая тоже огромный плюс в общем ребят я думаю уже наглядно всем расписал все понятно есть вопросы по выработке тоже задавайте не стесняемся и подписываемся на наши группы вконтакте вот они не забываем писать в комментариях свое мнение насчет этого видео если понравился ролик то поддержите нас лайками и поделитесь этим видосиком с друзьями этим мы очень поможете развитию нашего канала чтобы не пропустить наше новое видео подписывайтесь на наш канал и на нашу группу в группу вконтакте все ссылки есть ниже в описании к этому видео еще одно если все еще этого не сделали то просто нажмите на колокольчик возле кнопки подписаться ставьте галочку сообщать мне обо всех новостях этого канала и жмите сохранить так вы точно не пропустите наш новый выпуск а с вами был канал реальная качалка хороших вам тренировок и соблюдайте все те пять пунктов о которых я вам говорил это очень и очень важно